Привет, ребята, меня зовут Давид, это шоу-продюсер оценивает треки. Если вы не знаете, как здесь все устроено, то вот вам коротко правило. Все очень просто. На самом деле, музыканты присылают мне клипы на свои песни, я делаю подробные обзоры на песни. Делаю их с точки зрения продюсера. По дороге подсказываю музыкантам, как можно стать лучше, как можно прокачать свое творчество, сделать свою музыку более популярной и более конкурентоспособной на рынке, и объясняю, чем плохая музыка отличается от хорошей. Вот, собственно, и все. Если вы являетесь музыкантом, если хотите принять участие и получить обзор на свою музыку, пойдите в паблик мой, который там вот, ссылка будет внизу под постом, подайте вашу заявку. Это делается очень легко, но сначала надо прочитать правило. Примерно минуту это у вас отнимет. Переходим к делу, друзья. Сегодня у нас на разделочном столе композиция проекта, которая называется Once in Hell. Композиция эта называется North Star. Давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, то есть он, ну, относительно свежий. В общем и целом, звук не раздражает. Все нормально, все плотно, все жирно, как бы, даже если это вы делали сами, да, но у вас более-менее удалось. В рамках жанра звучит нормально. Что касается самой гитарной партии, мне она кажется прям вот, ну, понятно, что такие вещи уже в разряд классики перешли, но вот такие гитарные ходы, если покопаться в музыке, то 15 лет назад так уже делали. Меня не покидает ощущение, что я это все где-то уже слышал. Прикольно, что есть какие-то интересные визуальные отсылки. Я плохо разбираюсь в этой культуре, но мне показалось, что что-то есть из аниме, да, из вот этой вот среды. Давайте послушаем дальше. У нас тут как раз начался текст. Так, давайте еще сейчас... минуточку. Я ничего не понимаю. Я не понимаю ничего. Я понял только одно. Забрал все ваши души. Больше я не понял ни хрена. Значит, академические вокалисты и люди, которые занимаются классическим вокалом, думают, что делать вот это очень легко и что это, как бы, такой низкий жанр. Я с этим, конечно, категорически не согласен. Я просто считаю, что у экстрим-вокала есть свой собственный список трудностей, которые нужно преодолевать вокалисту. И артикуляция, четкое произношение — это одна из этих трудностей. Если вы поете экстрим-вокалом, если вы что-то ввяжите и кричите, никто не отменял того, что это должно быть понятно. Даже Мелисса Кросс, она говорит, что текст никто не отменял, текст нужно произносить четко. И она, когда со своими вокалистами работает, а работала она с кем только не работала, она и работала с, там, Bare Tooth, Bring Me The Horizon и кучей других артистов, она заставляет этих людей не только беречь свой голос, работая в таких экстремальных стилях, но еще и произносить четко все, что они произносят. Поэтому, если вы думали, что вам сойдет с рук то, что вы поете экстрим-вокалом и можно, как бы, там, забить на текст, я все-таки не согласен с этим, мне кажется, за текстом и за тем, как он артикулирован, нужно следить. Произносите четче, учитесь, работайте, делать хорошую музыку это нифига, ну, нелегко. Очень мало, очень мало, что понятно. В целом настроение и в целом ваша подача мне нравится, я люблю агрессивную музыку, слушаю ее, я не знаю, там, с 14 лет, если говорить о гитарной музыке, до этого я слушал агрессивную электронную музыку, вот, поэтому я люблю такие вот, ну, как сказать, бескомпромиссные жанры. Значит, общее впечатление, как ни странно, положительное, несмотря на то, что гитары не суперактуальные и вокал непонятный вообще. Немножко еще слушаем. Так, стоп, у нас тут какой-то переход, чуть-чуть назад перемотаем. Здесь у нас переход на другой темп, на другой ритмический рисунок, сделанный через паузу. Причем, вот, если гитарный грув, который у вас играется в начале, если ему, мы так прикинули, может быть легко 15 лет, то вот этому ходу может быть 10 лет легко. Так делали в 2009 году, куча коллективов, это тогда было популярно, где-то это встречается до сих пор, но единственное, что я повторюсь, я не могу говорить вам, что можно делать, а что делать нельзя. Я могу просто свое мнение высказать. Так вот, мнение у меня такое. Если вы продолжаете делать это в 2019-2020 году, то это нужно делать безукоризненно круто и всегда учитывать современные тенденции. По звуку, по аранжировкам, по тому, какие там применяются текстуры, какой синтез, что как звучит. Потому что все это сейчас выглядит как не очень качественная реплика довольно старой музыки. Ну как, 10 лет старая? Ну вот. Почему я говорю, что не очень качественная? Потому что даже вот то, как у вас сделан затюненный вокал, это тоже не звучит как бы на уровне. Это звучит на уровне демо. Давайте слушать. Ага, и вот теперь у нас еще одна пауза. И в этой паузе, я думаю, что дальше у нас будет снова риф, с которого вы начали. Давайте посмотрим, угадал я или нет. Хорошо. Знаете, что мне нравится? Я вот как бы сейчас ругаю-ругаю вас, но я это делаю абсолютно без какого-то без удовольствия. Мне нравится, что все, что вы делаете, вы делаете с какой-то искренностью. Этот самодельный подход, этот странный мош в квартире. Видно, что это сделано с любовью, и вы это делаете искренне. Это очень ценно. Гораздо легче поверить вот этому, чем поверить в то, что какая-то группа там выпустила 7 альбомов, и у нее тот же самый звук в седьмом альбоме, что и в первом. И они там затрагивают те же самые темы. То есть старые металлисты, которые не эволюционируют, я им верю гораздо меньше, чем вам сейчас. В этом есть искренность. В этом только недостает немножко актуальности какой-то. Итак, мы слушаем риф, с которого все началось. Что, схватил кота? В общем, у вас классный голос. Такой высокий, рыхлый, с хорошим расщеплением, дерзкий подростковый вокал. Мне кажется, это круто. Хорошо, что пробуете разные стили, разные виды экстрим-вокала пробуете. Люди это любят, разнообразие всегда нужно. Ага, снова переход. Давайте предположим, что мы это уже слышим. Ага, а теперь вы поженили вот эти электронные вещи с металлическими вещами. Попытались их как-то объединить и заставить их работать вместе. Хорошо. Хорошо. Правильное решение. Ну, брейкдаун сюда просится. Он здесь, ну, как бы нормально. Чтобы пацаки порубились в Моша, им нужен брейкдаун. Вот, пожалуйста, они его получают. Окей, да, значит, пацаны закончили. Все, что я сейчас сказал, once in hell, вовсе не означает, что я испытываю какие-то негативные эмоции по поводу вашего трека North Star. Нет, это все очень здорово. Это все очень искренне, забавно и, ну, по-хорошему, дерзко. Единственное, что я мог бы вам посоветовать, это немножко актуализировать свое звучание. Мне кажется, что делать такие вот переходы на другой ритм и на другой темп через паузы, ну, я такое не люблю. Хотя есть несколько групп сейчас прямо, которые практикуют это постоянно. У них есть очень переломанные песни и кому-то нравится. Я люблю, когда песня имеет свой вот ровный поток, когда тебе не нужно переключать внимание и когда тебя ничего не обламывает посередине и ты как бы слушаешь, слушаешь, слушаешь. Я бы посоветовал вам, если бы я был продюсером, сделать что-то без сильных ритмических переломов. Хотите заигрывать с электронной музыкой? Пожалуйста, замечательно, но послушайте, как сейчас делают. Послушайте, какие сейчас синты, что там сейчас происходит. Для начала как бы можно скопировать, да, что-то, позаимствовать, но со временем, чем больше вы будете это делать, тем больше у вас будет появляться своего личного в этих электронных вставках. Да, собственно, и в музыке тоже, ну, то есть в гитарной. Нет предела совершенству и вам есть куда расти, есть куда прокачиваться и есть как улучшать ваше творчество. Поэтому я просто посоветую вам не останавливаться, делать выводы, учиться на ошибках, исправлять обязательно. По-хорошему угождать своему слушателю, давать ему то, что он любит. Ну и не забывать о том, что вы все-таки занимаетесь музыкой, а от музыки все-таки нужно кайфовать еще в процессе написания. Я желаю вам успехов, продолжайте, посмотрим, что будет дальше. Тем, кто досмотрел до этого момента, нашим зрителям, друзья, говорю вам спасибо, приглашаю вас пойти в комментарии и высказаться там, что вам здесь понравилось, что вам здесь не понравилось. Где я был прав, где я, по вашему мнению, был неправ, где заругал слишком сильно. Вот это все мне интересно узнать. Первые несколько часов я стараюсь отвечать на комментарии довольно оперативно. Посмотрим, до чего мы с вами в комментах договоримся. Непременно возвращайтесь на следующей неделе. Обязательно, если вы до сих пор почему-то этого не сделали, поставьте лайк, подпишитесь на этот канал, нажмите на колокольчик. Интерес очень легко замерить по количеству новых подписок. Поэтому, если вам нравится то, что вы видите, обязательно поддержите канал своей подпиской. Увидимся на следующей неделе. Постараюсь найти для вас что-то интересное, что-то любопытное. Наверное, в другом жанре, чтобы было разнообразие. Все, друзья, меня зовут Давид. До скорого. Пока.